Школьная вечеринка глобал шоу в Читинском клубе Голливуд оказалась в центре скандала. 25 мая организаторы шоу для детей от 12 лет устроили для несовершеннолетних по-настоящему взрослые конкурсы. Чтобы получить приз от ведущего вечера, мальчикам нужно было собрать в зале бюстгальдеры и колготки. Узнав о развлечениях детей, правозащитники и общественники в голос заявили, что это не что иное, как порнография и растление подрастающего поколения. Идеология пока что на сегодняшний день одна – это насилие, секс, пропаганда других негативных явлений. То, что случилось в Голливуде, это противоречит национальным интересам нашей страны. Организаторы недетского шоу заявляют, что шумиха вокруг вечеринки создана искусственно. И все, что произошло в клубе Голливуд – обычное недоразумение. Был новый ведущий, и его оповестили о том, что делать конкурсы в пределах разумного, потому как здесь выходят дети 12 лет. И он сказал, что все хорошо, понял. И, видимо, его в пределах разумного дошел до такого, что он провел такие конкурсы. Ведущий вечеринки Григорий заявил корреспонденту Запмедиару, что не понимает негодования общественности. По словам шоумена, конкурс с бюстгальтерами и колготками не подразумевал раздевание детей. Во-первых, все знают, где находится раздевалка, где переодеваются наши люди, которые танцуют гоу-гоу. Он был принесен оттуда. На школьной вечеринке девочки постоянно берут запасные колготки. Что вдруг где-нибудь стрелка? Нет. У них есть запасные. И именно на это я и рассчитывал. Непосредственные участники резонансного шоу так и не понимают паники взрослых. 14-летняя школьница Алена неоднократно посещала подобные вечеринки. С ее слов, на шоу 25 мая никто из девчонок и не собирался снимать себе нижнее белье. Где-то к завершению конкурсов он попросил принести бюстгальтеры и колготки. Но за бюстгальтер мальчик убежал в подсобку к девочкам-танцовщицам гоу-гоу. А колготки я видела, что некоторые девочки снимали, чтобы помочь мальчику в победе. Никто из девочек не раздевался и не собирался этого делать. Сейчас по факту пикантной вечеринки для детей следственный комитет проводит проверку. Следователи опрашивают работников ночного клуба, школьников и их родителей. Правоохранителям предстоит установить истину и ответить на главный вопрос. Была ли игра с бюстгальтерами просто детской забавой? Непогода в Чите в очередной раз доказала, что город уязвим для дождей. В минувшие выходные в районе Читинского института экономики и права по улице Анохина появился провал в асфальте. Затем рядом с ним образовался второй. И оба увеличились в размерах настолько, что ездить здесь стало опасно. Асфальт подмыло и под ним образовались огромные пустоты. В одну из ям из лужи постоянно стекает вода, которая уходит вниз в сторону здания нархоза. И хотя в кафе, расположенном в подвале института сырости нет, оптимизма это не вселяет. Очевидцы рассказали нам, что ямы образовались после того, как на участке поработали сотрудники водоканала. Однако в городской мэрии это не подтвердили. Получить ответ на вопрос, по какой причине образовался провал, нам не удалось. Городские службы на данный момент еще не определились, кто понесет ответственность за ликвидацию ям. Чита отметила 360-летний юбилей. Основные праздничные мероприятия прошли 26 мая. Традиционно праздник начался с чествия трудовых коллективов, в котором приняли участие более 15 тысяч человек. Позже площадка перед кинотеатром «Удакан» собрала толпу молодежи. Здесь проходили соревнования по уличным танцам. Немало зрителей собрал и конкурс по силовому экстриму на площади Ленина. Торжественные мероприятия проходили и на стадионе Севбо, где для детей был организован сказочный городок с различными аттракционами, а для взрослых культурно-спортивное шоу с участием парашютистов. Завершилось празднование юбилея фейерверком на центральной площади города. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру